Вот мама жалуется, что никакой разницы в кефире нет. Привет, привет, мои хорошие. Мы с мамой пришли в магазин. Сейчас, секунду. Камера была заляпана. Мы в маркете Тропики, который недалеко от дома. Это у нас молочный отдел. Сейчас немножко по ценам. Вот такие вот творожочки я покупаю обычно детям. Агуши. Начинала с этого. Вот это все я пока не беру. Только творожки. Сметана, чем он считается одной из хороших. Биолакты, которые я беру. Почему тут дистанет, чтобы они всегда сзади? Я сама всегда все сзади беру. Потому что раньше же магазины были у нас. Я знаю, как это все делается. Да, вперед ставится. Обычно продукция, у которой остался меньший срок хранения. А сзади выкладывается товар, обычно который поступил только. Но это не значит, что это плохо. Просто чтобы товар не испортился. Чтобы его не пришлось вернуть. Пока не испортил, что продать его. Это нормально в принципе. Это что за йогурт какой-то? Понятия не имею. Видишь, как здесь где-то без заменителя. Все без заменителя. Зато вот это только заменитель. Вот это продукция. А остальное все. Это тоже у нас считается, что это настоящий творог. Столько коров с оградкинских. Это кошмар. Лично я считаю, что это так. Слушай, кстати, я про вот это не молоко читала. Его рекомендовали, что это хорошее, натуральное. Что-то, что-то. Видишь, написано заменитель молочного жира. Так что это все. Все это пальмовое масло. Из него делают и твое, и масло. Так, вот это мой любимый отдел. Один из любимых. Чак-чак, который мама покупала последний раз. Мы его, кстати, до сих пор едим. Вот эту вещь. Графские развалины, да? Приобрела я как-то. Мне вообще не понравилось. Моя любимая шоколадка. Ой, мам, давай вот эти возьмем. Эклеры большие. Да? А этот меринговый рулет закончился же? Да. Я же сказала, он его съест. Ай. Штанел вывезал. Угу. Здесь какой-то рулет СССР есть. 20-20%. А зачем ты кубанскую беремку берешь, когда есть наш производитель? Потому что мне кубанская больше нравится. А, да? Там меньше грешат. Да? Да. Думаешь, наши производители больше грешат? Конечно. Видишь, не поддерживает нашего производителя. Здесь у нас вкусная-вкусная выпечка. Я взяла только эти заварные. Но можно было еще орешки взять. Хотя мне они приелись, я не знаю. Даниал же кушает иногда. А вот тоже всякие вкусности. Вкусности, вкусности. Нет, которые не нравятся. Безем? Ну, возьми. Мы уже были в отделе химии. Мама там набралась себе химии. А, мам, нам колбасу в дорогу возьми, выбери. Дома была вкусная колбаса. Без свинины, без ничего она была. Здесь свинь со свининой ничего не говори. Ну, ничего не говори, бывает, наверное. Ничего не бывает, они не понимают. Да прям. Конечно. Честно. Честно. Да? Вам копченая колбаса? Да. В Сочинской здесь нет. Здесь есть курицкий комбинат. И что еще? Мама сейчас сосиски. Так, вот эти ароматные. Не знаю, дома какая была колбаса сейчас? Чеченская. Она была вкусная, да. Не знаю, эти тоже, если ты брала, дома вкусные колбасы бывали всегда. Вот она. Вот это была дома? Ну, возьми. Возьми пару палок таких. Да, пошли. Так. Ну, штук 5-6 колбас выбери, нам слышишь. Не обязательно разные, вкусные. Ореховые. Это должен быть хороший. Должен быть хороший, не надо, который ты знаешь, мам. Ой, давайте для любителей кофе, чуть кофе поснимаю вам. Что почем. Пожалуйста. Я даже не знаю, какой ассортимент кофе бывает. Для меня это все далекое что-то. Я не пью кофе. Конфеты. Вкуснючий, вкуснючий. О, кис-кис надо. Попробую, если понравится, возьму. Кис-киски 228 рублей. Москвичка 238 рублей. Убедительная просьба. Конфеты не смешивать, даже если цена одна. Вот. Золотой ключик. Ирис. Тоже 228 рублей. Здесь в этом отделе более простые конфеты. Там есть еще сзади отдел. Там всякие разные, всякие разные, разные. А здесь у нас что? Здесь тоже кофе. Кофе всякий, разные-разные. Вкусный-вкусный, наверное. О, это что за молочный шоколад? Я такой даже не знаю. Я, кстати, детям взяла вот эти вот веселые темы. Конкурсные палочки. Они вкусные. Я их очень люблю. Попкорн тоже люблю местный. Выбрала нам? Вот я что выбрала. Раздамки. А что такое? Что за адыская? Я такую дома вообще не видела. Ты ее брала? Не брала. Она посмотрит, где она сколько стоит. Я портационную не спрашиваю. Это... Она какая-то... Она дешевая, мам. Да? Ну, дешевая какая-то. Сколько стоит килограмм? Я без очков по этому не еду. Килограмм 315 рублей. Подозрительно дешевая колбаса. Сосисочки. Там еще детский отдел. Смеси, пюрешки, каши. Все, что хочешь. Здесь у нас салатики появились. Ну, в прошлом году, по-моему, и не было. Салат греческий. 20 рублей 100 грамм. Мясной. 34 рубля 100 грамм. Соленья. Я люблю наши соленья. Турецкие соленья, честно признаюсь, не люблю. Они бывают какие-то кисловатые, что ли. Уксуса много. Здесь же делают, ребята, суши. Суши роллы. Сыры всякие разные. Здесь появились у нас домашнее варенье. Аджика вот появилась. Вот баночка, например, 120 рублей. Домашнее варенье ананасовое. 180 рублей баночка. Черешня тоже 180 рублей. Ну, наверное, где-то 180-10 рублей баночки стоит. Домашнее варенье всякие. Аджики появились. Смотри. А это наша местная сушеная колбаса. Ты нам хочешь сегодня хинька приготовить? Домой не будешь, братик? А ну давай. Хорошая жизнь. Возьми. Так, здесь наша мясная продукция. Здесь взвешиваешь, да? Цены написаны за килограмм. 368. Ну, очень красивое мясо. Ну, если сравнивать с ценами на мясо в Турции, конечно, у нас дешево мясо. Но если сравнивать с зарплатами, которые там и здесь, не дешево. Одно и то же. Ну, вот красивое мясо. И как-то хорошие. Ну, красивое я ничего не говорю. Надо. Вот самый дорогой кусок мяса. А почему? А что там с ним такое? Это на 795 рублей. 800 рублей килограмм. А что такое? Такая мякоть, такая, вообще, такая вкуснительная. А что из него можно готовить? Что хочешь? Великотес. Возьми, приготовим. Не надо. Вас лучше приготовили нам сегодня. Нет, ничего не приготовили. Можно посмотреть, да? Здесь мясо сколько хочешь. Не хочет ничего готовить нам. Ничего не готовит эта женщина нам. У меня, вот эти сколько стоит? Мякоть говядина. 470 рублей. Вот если хотите отдельно мякоть, без косточек, пожалуйста. Мясо здесь красивое. На самом деле. Я люблю вот эти вот поторжки. А, это печень. Поторжку нет. Ты берешь что-нибудь? Не знаю, взять. Ну, возьми давай, пожарится. Не знаю. Будете жареное кушать? Будет. Почему не будет? У меня муж, у меня, любит пожарить. Он и пожарит, и... Или он только кусочки. Какие? Или вот такие. Мне без разницы, мама. Для меня все мясо одинаковое. У меня нет. Какой-то мягче, какой-то жестче. Ты выбирай давай. Какое-то мясо мама там выбрала все-таки. Почечную часть я выбрала. Самую такую вкусную, мягкую. Самую-самую вкусную, мягкую. Часть, она жарит очень хорошо. Я вообще не понимаю, что к чему и откуда расплешься. Жир у нее вот здесь вокруг, и все. И мягкое мясо бывает. Мясо, это не моя стихия. Хлеб не надо домой? Шоколад, смотрите, да? Молочный шоколад. 500 грамм. 540 рублей. Ну, это-то не молочный, это горький. 590 рублей, по-моему. Ну, здесь, короче, от процентов зависит. 92% есть, 32%, 72%. Это элитный. А, это элитный, здесь килограмм. Думаю, что он такой тяжелый? Здесь килограмм 978 рублей. Для любителей шоколада. Я помню, когда первый раз вошла замуж, мне муж принес какой-то шоколад развесной. Он думал, что я, как все девочки, люблю такой шоколад, такой бежит домой. Ой, я тебе такой вкусный шоколад принес. Я говорю, милый, да дорогой, я же не люблю такой шоколад. Вот так вот. И главный вопрос бывает у моих подписчиков, когда мама приходит с огромными пакетами из маркета домой. Вот, например, две тележки, куча пакетов, вызвали такси, ждем. Сейчас подъедет такси. В такси помогает загружать парень, который здесь работает. Помогает вот этот парень. Да, очень хороший парень. Он помогает загружать такси. Такси довозит прямо до дому. Снизу уже поднимаем домой всей семье. Вот так вот. Так что мама моя не надрывается с пакетами. Все взял кормить. Да, а то тебя все жалеют, как ты в маркет ходишь. Ждем, ждем, ждем. Прохладно немножко стало. Уже дело идет к вечеру. Естественно, уже все. Почти конец осенью, конец сентября.